Приветствую вас! Мы с вами уже пересекались, ну так, не напрямую, да? Вот, отвечал я вам на вопрос, когда-то вы задавали его. По-моему, у вас был коротенький вопрос, где вы спросили, почему не получаются перемены к лучшему. Вот, я там посмотрел ваш профиль, вот, сейчас перед ответом, потому что чувствуется негатив от вас, очень сильный негатив, вот, возможно даже депрессия, ну депрессивное состояние, насчет депрессии не знаю, не врач, поговорить не буду. А, значит, тогда я вам, помнится, говорил о том, что вы, как-то вот, довольно гордко задавали этот вопрос для психологии. Вот, так надо побольше информации было написать. Вот, ну, так вопрос и висит, да, так лучше, лучшего ответа вы не выбрали, ну, там, в принципе, сложно, сложно, наверное, ответить было что-то серьезное. Вот, там это такое только общее, обтекаемое. Вот, почитал я ваши другие вопросы, которые вы задавали, по крайней мере, от своего имени, не анонимно. Значит, ну, в принципе, там я у вас увидел такую определенную конфликтность, у вас я там увидел такую негативность, опять же, по отношению к экспертам, вот, ну, к эзотерикам, не к психологам. Вот, то есть, что-то они вас обманывают, что, что, не работают, кидают вас, поразают, вот, это очень такая негативная позиция у вас, вот. Сейчас, читая ваш текст, я, в принципе, склоняюсь к тому, что у вас и о себе тоже негативная позиция. То есть, о себе вы тоже думаете плохо, думаете плохо о себе, думаете плохо о других, ну, о мужчинах. Вот, в частности, ну, вообще. Все это, по сути, приводит к жертвенной позиции, вот, к позиции жертвы по треугольнику Карпмана, ну, о котором вы можете почитать в интернете. Что-то мне подсказывает, что вы, может быть, его даже знаете, ну, вот. Стреугольник судьбы, как его называют, вот. И болезненный, болезненный вопрос про ответственность. Многие, очень многие клиенты не любят этот вопрос, вызывает он у них болезненные ощущения, сопротивление. Ну, как так, я за все ответственен, я за все отвечаю. Как так, я безответственен, да на мне вот столько всего, да я и за то отвечаю, и за это отвечаю, и еще за вот это, и за то, и за вот это. Вот. Тут начинается сразу сопротивление, вот. Не считаю я, что обязательно вы такой же человек, но то, что вы жертва, это однозначно, ну, ведете себя как жертва, однозначно. То, что подавляете свои желания, это тоже однозначно, ну, депрессивное состояние. То, что желания ваши, они прорываются, знаете как, подобно воздуху спертому и сжатому, да. Со скрипом, со скрежетом прорываются ненадолго, клапан закрывается, опять прорывается, опять клапан закрывается, то есть вот это вот, такие постоянные колебания. Вот. Ваши желания так себя проявляют, но тоже совершенно очевидно. Вот. Очевидно, что вы играете сейчас вот в игру, все из-за них, все из-за него. В некоторой степени даже выиграют в игру родительский комитет. Ну, когда говорят, что все мужчины, там, эгоистичны и так далее. Вот. Нет, эгоистичный мужчина, конечно, есть, эгоизм, он вообще и существует. Но, тут нужно понимать на таком более глубинном уровне, откуда это, что это значит. и достаточно психологически устойчивым быть, чтобы подобные проявления не позволяли влиять на восприятие людей, мужчин и так далее. Ну и не забывать, что отношения, они всегда строят, отношения всегда строят двое человек, и если в отношениях у вас что-то не получается, ну 50% ответственности ваша. Эта ответственность не только связана с тем, что делаете вы по отношению к другому, но и тем, что вы делаете по отношению к себе. Вот. Значит, сценарий вашего, ну, вашей жизни я бы назвал без радости, вот. Есть еще сценарии без чувств, но чувства у вас есть, они у вас бурлят, только вы их подавляете в себе. Поэтому сценарий без радости, тоже можете почитать об этом в интернете. Вот. По отношению к родителям, вот что, тут у вас, мне кажется, что матушка Хабар, вот, вы их на себе тянете, родители. Вот, опять же, игра, все из-за них, то есть, не дают уйти. Вот. То есть, перенос ответственности. Такое. Перекидывание горящих картофелин, как говорится, ну, как это называется, между родителями происходит. Ну, понятно, обиды всякие там на родителей. В общем, вы же дочь своих родителей. Родители видят в вас себя, вы видите в них себя, в итоге все это неприятно, отзеркаливается, и в итоге негатив просто сплошной. Вот. Соответственно, можно предположить, что ваша мама терпит очень много всего, много в себе подавляет, относится к себе, ну, не сказать, чтобы хорошо. Вот. Возможно, живет она для себя, старается жить для себя, но относится не очень хорошо. Ну, а папа либо слаб, либо отстранен, либо эгоист. Подавляющее такое, наверное, немножко. Ну, не агрессивное, вот, а именно невербальное, невербальное, то есть поведенческое подавляет. Вот. Вот. Вот это то, что, значит, чувствуется по вашему тексту. Как следствие, да, идет компенсация у вас неотрагированного негатива на экспертов, на других людей, да, то есть претензий к экспертам. Вот. То есть я не защищаю никого на самом деле. Просто, когда изначально взрослые отношения прекращаются тем, что один из партнеров переходит в состояние родителя, то есть начинает вести себя как родитель, выдвигать претензии, критиковать, что-то все. Вот. Ну, понятно, что в таком-то случае доверие просто уходит напрочь, а без доверия понятно, что ни одна работа вести с ней может. То есть тут, может быть, даже игра в PSS есть, пропишите потом, если интересно, почитайте точно. Вот. Но это, это не точно. И, как бы, то, что вот вы пишете, да, про то, что, значит, вас расстраивает очень один знакомый, буквально спать не дает. Ну, это вот, буквально спать не дает, да, это перенос ответственности. То есть он не дает мне спать. Нет. Это не он не дает вам спать. Это вы не даете себе спать. Это у вас эмоции бурлят, что, что, ну, вы не можете спать. Не можете спать. И для того, что вот, то появятся вещи. А, вот, вспомните, кто играл в эту игру в детстве. Ну, кто играет вообще в игры. Да, вот я немножечко вам подсказал, да, вот в эту игру. Кто появится, то исчезнет. Вот кто играет в эту игру. Какая это игра. Вот, соответственно, первый шаг, первый шаг, значит, к тому, чтобы ответить на ваши вопросы, это взять ответственность, перестать говорить, что кто-то что-то делает, начать говорить я. То есть, меня расстраивает очень один знакомый. Это хорошо. Потому что это хорошая, хорошая фраза, правильная. Вот. Потому что хуже, хуже было бы, если бы вы сказали, что меня расстроил знакомый. Да. Это хуже было бы. Вы пишете дальше, то есть здесь все хорошо, вы дальше пишете буквально не дает спать. То есть все, уже эмоции, привычное выражение своих мыслей. Я не даю себе спать из-за знакомого. Потому что его появление и исчезновение вызывают у меня какие-то чувства, которые настолько сильны, что лишают меня возможности спать. Что это за чувства, с чем они связаны, по поводу чего они возникают, какие порождают мысли, чего я хочу. Это все нужно разбирать. Дальше. Сближение было, но я больше заинтересован в общении и отношениях. А не очень понятно, что вы здесь подразумеваете под сближением. Не очень понятно, что вы подразумеваете под общением и отношением. Потому что каждый человек понимает под этим что-то свое. Вот. Но уже хочу сказать, что этот знакомый для вас не знакомый, если он вас расстраивает. То есть знакомые не расстраивают людей. А он для вас очень важен. Вопрос заключается в том, чем. Да. Дальше. Он предлагает, вроде, поддержку, но это больше слова. То есть он играет роль спасителя. Он предлагает вам роль спасителя. Вы, как классическая жертва, как бы, ну, собственно, клюете на удочку. То есть, о, меня хотят спасать. Все, я сейчас, вот, я, вот, меня нашла спасителя своего. Вот. Опять же, по треугольнику Карпман, да, можно сказать, что один, ваш знакомый не от хорошей жизни появляется, то есть исчезает. И поддержку предлагает он тоже не от хорошей жизни. То есть это не здоровые отношения, где люди предлагают друг другу поддержку, где предлагают друг другу помощь, да, помощь, содействие. Это, да, это здоровые отношения. А вот поддержка в вашем случае, ну, вот, что-то вы все описали. Нет. Это больше, мне кажется, спасательство, а спасательство тоже от жертвы. Так, ну, это больше, больше слова. Ну, тут зависит все от общения, да. То есть, если вы общаетесь в реальной жизни, то слова, да, действительно, это, это пустяк. Если вы общаетесь в интернете, то слова, это чуть ли не единственное, что есть. Буквально достает и исчезает. А я сижу и не сплю, на звонкирс у нас не отвечает. Если отвечает, пишет, что кого-нибудь мы еще найдем. Так. Буквально достает и исчезает. Не очень понятно, что это значит, но я полагаю, что, опять же, вы позволяете себя достать. То есть, он пришел, своего добился и ушел. Он играет в игру, да, вы в этой игре участвуете. Я сижу и не сплю. И это ваша ответственность. Вам бы свои чувства увидеть, вот, да. Посмотреть, что за чувства. Почему я не сплю. Что меня так задевает, да. Вот. Дальше. Ага, на звонки смс не отвечает, а должен отвечать, непонятно. А если отвечает, пишет, что кого-нибудь мы еще найдем. Не очень понятно, что это значит. То есть, я, конечно, мог бы высказать предположение здесь, но было бы уж совсем диким, диким психоанализом. Мне бы не хотелось этим заниматься, поэтому, ну, тут, 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 тут. Просто очевидно, что человек не соответствует вашим, вашим желаниям. То есть, тому, чего, чего вы хотите. Вот. Ну, здесь вам, соответственно, надо бы посмотреть, подумать как следует над тем, чего вы хотите все-таки. В ответ на мою просьбу о поддержке, то есть, вот позиция жертвы, да, просьба о поддержке, которую вроде бы обещал. А-а-а-а, так. И в ответ на мою просьбу о поддержке, которую вроде бы обещал. То есть, вот, вы говорите, что это отвечает, пишет, что кого-нибудь не найдем. И в ответ на мою поддержку, в ответ на мою просьбу о поддержке, которую вроде бы обещал. То есть, понимаете, вот это вот, у него одни ожидания от вас, у вас другие. И вот вы друг другу предъявляете претензии за то, что не оправдываете ожидания друг друга. Такие вот невротические отношения. Когда я хочу прекратить общение и успокаиваюсь, он снова пишет, я уже на взводе. Ну, нет, Елена, это так не работает. Если вы хотите прекратить общение, то вы человека полностью исключаете из, вообще, своих контактов. А если он пишет, значит, вы оставляете ему возможность написать. И, соответственно, если вы на взводе, то вы, как бы, готовы уже встретить его определенным эмоциональным состоянием. А это значит, что эмоциональное состояние вы в себе либо не предвидите, и, соответственно, им не управляете. Либо вы не делаете выводов из своих состояний, либо вам это чем-то выгодно. То есть, есть польза, есть выгода от того, что вы делаете. Я говорил, как мне сейчас тяжело. Ну, то есть, опять же, да, вот эта вот жертвенная позиция. То есть, мы говорили ему, как вам тяжело в расчете на... Ну, то есть, что он, ну, не знаю, что он должен вас пожалеет, поддержать, спасти. Вот. Об этом очень хорошо пишет Карпман, да, когда описывает треугольство от треугольника. Вот, собственно, с чего я и начал об этом. Дальше, значит, что за человек такой? Ну, человек, который несет ответственность за себя и который на вас проектирует свой... Свои комплексы и свою неуверенность в себе, а также свои какие-то невротические желания. А вы позволяете это ему делать. Ага, предает каждый раз. Это у вас вопрос. Если раскаивается, то да. А если раскаивается и не делает выводов, то нет. Если не раскаивается и не делает выводов, то тоже нет. Предатель это тот, кто эмоционально вовлечен в процесс. Ага. Ну, то есть, как бы, со своей стороны, да. То есть, человек со своей субъективной стороны является предателем, если он вовлечен в процесс. Если он в процесс не вовлечен, то предателем его считает только тот, кого он предал. Но тот, кого он предал, то есть, вы считаете его предателем только потому, что, по вашему мнению, он должен был поступить по-другому. Но это существует только у вас в сознании. Значит, как бы, образ реального, образ человека, который есть у вас, не соответствует реальному человеку. Вот. И, соответственно, ни в коем случае он предателем не является. Ну, то есть, вам может быть выгодно думать, что он предатель, но на самом деле он не предатель. То, что вы пишете о том, что он предает вас, и то, что он за человек такой, говорит, опять же, что вам проще обвинить его, чем взять на себя ответственность за свою жизнь. Например. А я не могу успокоиться. Ну, правильно, потому что есть желание, которое вы, во-первых, до конца в себе не распознаете, во-вторых, не прогнозируете, и, в-третьих, не реализуете. Никак не отреагируете. А еще дома проблемы всегда. Ну, вы писали отчасти про проблемы дома. Как я уже сказал, будучи взрослым человеком, вам необходимо принимать решения, которые далеко не всегда являются, ну, скажем так, удобными, правильными, красивыми и так далее. То есть у вас сейчас, в буквальном смысле этого слова, стоит вопрос выживания. Да? Вот. Тогда, когда вопрос в выживании здесь не до вины за кого-то, не до ответственности за кого-то. Здесь бы за себя ответственность держать. Если вас это не останавливает, то вы все равно несете ответственность за другим. Ну, по сути, это прямой путь к смерти. Из чего я делаю вывод, что, опять же, ваши родители, возможно, дали вам этот посыл к смерти. Потому что, ну, вот, все, что происходит, да, это прямой путь туда, к смерти. Вот. Страдаю. Из-за чего? Просто страдаю и не могу уснуть от того, что все меня игнорируют. Ну, а если вас игнорируют, то есть вы не чувствуете себя значимой, значит, вы в первую очередь не видите обратной связи от того, что делаете вы сами. Вы пишите, никто не любит. Значит, вы не любите себя, вы не принимаете себя, соответственно, вас никто не любит и вас не принимают, не принимают полностью. Принимают только ту часть, которую хотят. Полностью нет. Что касается значимости, да, проблемы игнора, то есть ситуация такая. А, чтобы вас не игнорировали, нужно А, знать свои способности и четкий план реализации. Б, соответствие этого с вашими ценностями, ценностным аппаратом, который тоже должен быть сформирован. И, В, контингент людей, которые способны оценить то, что вы делаете. Ну, я полагаю, что примеры приводить не надо, не так понятно. Что касается смеха, то это так называемый смех висельника, можете об этом тоже почитать в интернете. Я думаю, что найдете, прочтете, что это. Это правда. Верю. Я верю, что это правда. Верю, верю. Только делайте, что с этим будет. Я не знаю почему, то есть, психологически что-то понимаю, но ощущаю как предательство. Ну, понимаете, ощущение предательства, это детское состояние. Знаете, как ребенок говорит, вот папа, типа, мне там, не подарил там то, что я хочу, да, то, что я хотел, и все, он меня предал. Ну, то самое здесь. То есть, у вас завышенные ожидания от других и заниженные ожидания от себя, правильно? Потому что вы себя не любите и не принимаете. Как с этим жить и пережить? Ну, соответственно, принять себя полностью, это определенная работа над собой, да? По выявлению того, что вы в себе не принимаете, по выявлению источников этой информации, по переоценке этих источников информации и по раскрытию для себя новых путей и возможностей. И по выработке новых чувств, то есть, новых переживаний по этому поводу, в тех же ситуациях. А вот, соответственно, про игнорирование я сказал, да? А вот страдание, это уже немножко другая история, потому что если вы страдали все время, например, то вы привыкли страдать. И для вас страдание, по сути, единственная форма жизни. Отказаться от страдания, отказаться от негатива, отказаться от деструктивного взаимодействия с людьми будет сложно, потому что заменить на первый взгляд вам это будет нечем. Здесь поможет взаимодействие с психологом, который будет первым, с кем вы будете устраивать отношения на конструктивном уровне. Ну, опять же, при должном уровне доверия. Соответственно, пережить, что значит пережить, да? Пережить, это означает, что подавить, это не вариант. Противоречивые желания. Уйти, чтобы никто не знал, забыли, не звонили. Ну, то есть, избежать ответственности, да? Чтобы вас никто не оформлял, а оформляют вас другие люди, не вы сами. Вот, отсюда желание уйти. Вот, не звонили, когда им хочется. Вот, здесь у вас отсутствие личных границ, да? То есть, то есть, ну, как бы, не умение показать, как с вами нужно общаться, как с вами приемлемо взаимодействовать. Как бы, как всегда было, то доставали, то игнорировали. Ну, то есть, понимаете, вот, это, по сути, общение, да, без границ по отношению к вам. То есть, человек хочет доставать вас, хочет игнорировать. Это означает, что вы никакой обратной связи, никакой активности, никаких фильтров не выставляете. Так, мужчинам, в кавычках, потому что настоящие мужчины так подло себя не ведут. Ну, вы знаете, я не сторонник того, чтобы разделять мужчин на настоящих и не настоящих. Все мужчины настоящие, просто у кого-то есть личностные проблемы, у кого-то их нет. А так, с вами согласен, все мужчины, у которых нет личностных проблем, так себя не ведут. А вот подло, это уже родительская позиция, это уже оценка. В этом плане легче появляется, когда им думается. Так, ну, здесь у вас, соответственно, им легче, тоже игра такая, психологическая. Им легче, типа, все, вот, я буду им завидовать. Тут я им завидую, а им легче, вот они такие вот нехорошие. Им легче, что они так делают. Им легче, потому что они так поступают. Вы так не можете поступать, вы им завидуете. На самом деле, вам никто не запрещает. Так поступать и тоже появляться, когда вам вздумается. Сейчас, когда мне так тяжело и некому сказать привет, кроме незнакомых людей в инете, никто не появляется. И не появится. Потому что вы же контакты не выстраиваете с людьми. Откуда появиться-то? Вы же не выстраиваете личные границы с людьми. Вы же не принимаете себя и не любите себя. Вы же не занимаетесь деятельностью, которая приносит вам удовольствие от процессов. Да? В соответствии с вашими ценностями. Откуда людям появиться? А просто так, у вас есть только родители, но и с ними отношения у вас плохие. И здесь опять же как бы ожидание, да? Как бы ожидание, что вот я попрошу как ребенок, и кто-то появится. Вера, волшебство, архаичное мышление. Мать. Как бы я не просила, надоело. Ну, просить действительно надоело. Только просить не нужно, нужно брать и делать. Никакой жизни никто не слышит, только силы уходят. Так, ну, тут, что такое жизнь, в вашем понимании, да? Никто не слышит, а что вы говорите? Что вы говорите? Прежде чем говорить о том, что никто не слышит, нужно определить, что именно вы говорите. Кому и как. Только силы уходят на что? На борьбу. Внутри себя уходят все силы. Борьбу чего с чем, да? С родителями проблемы всю жизнь. Ну, здесь рекомендация, на самом деле, простая. Взгляните на них как на взрослых людей со своими проблемами. Не как на родителей, да? А на взрослых людей. Уйти не дают. Нет. Нет, Елена, они не дают. Это вы. Не уходите от них. Это опять перенос ответственности. И остаться точно. Ну, здесь вот, знаете, напоминает такой жизненный сценарий. Тупик. Такая, ну, промежуточная такая станция на пути к смерти. Вот. Да и куда идти? К вашему личному пространству, где хозяйка только вы. Подумайте, если сейчас вы будете с кем-то, да? Вот сейчас появляется человек. Идеальный мужчина. Который, ну, вот прям вот просто во всех отношениях вам подходит. Кого он увидит? Он увидит, он увидит девочку, которая полностью себя потеряла. Он должен будет вас тащить на себе. То есть, спасать. То есть, отношения изначально будут неравны. Хорошо, если, если, когда он вас спасет, он скажет, ну, окей, я тебя спас, теперь давай сама. Ну, далеко не каждый человек может так сделать. Вообще, единицы могут так сделать. Вы готовы поставить на то, что вы найдете такого человека? Вы готовы поставить на то, что такой человек, появившись, вытащит вас и потом отпустит свободное плавание с ним или без него? Я думаю, что нет. Так, а это значит, что нужно, чтобы человек, если он появится, чтобы он увидел вас. Чтобы он понял, что реально с ним кто-то. А чтобы быть кем-то, нужна система ценностей, личное пространство и отсутствие личных границ, личное пространство и, по возможности, отсутствие хотя бы ярких внутренних конфликтов. Ну, наиволее острых. Вот. Друзей, подруг и просто знакомых нет. А с чем это связано? У вас проблемы с общением? Как это проявляется? В чем это проявляется? С тем, что были, не знаю, как общаться. Как правило, ответ на этот вопрос очень легкий. Да? Общаться. От слова «общее». То есть, что между вами общего? Не могу отпустить, потому что хочу. Хочу. Ваши желания связаны с этими людьми, потому что не можете отпустить и простить. А простить не можете, потому что не можете принять. Принять не можете, потому что не принимаете себя. Заходите в мессенджер, там все и там все сидят, а я не знаю зачем и почему я там. А для чего заходите в мессенджер? Абсолютное одиночество. Знаете, вот ваша проблема в том, что одиночество вы воспринимаете как вынужденное состояние. Такое, знаете, насильное. Ваша проблема в том, что вы не получаете удовольствие от того, что вы одна. Что вы свободны. Только начав получать удовольствие. Удовольствие от этого? Только перестав нуждаться в других людях и обретя гармонию-гармонию в себе, известно с помощью психолога. Вы сможете и контакт с людьми наладить, и простить всех, и отпустить кого надо и так далее. Ничего я сейчас сделать не могу, а сделать что бы что. И опять же, это жертвенная позиция. Вы всегда можете что-то сделать. Всегда. Просто решение не устраивает вас, это да. Но сделать вы можете всегда. Чувство, стыд. То есть сравнение, сравнение себя с другими. Постоянное сравнение себя с другими. Непринятие себя как личности и индивидуальности. Вина. Подавление. Родительский голос. Значит, ощущение, что я должна, что мне надо. Это усиленно, постоянно и деструктивно, с критикой и обесцениванием. Злость. Ну, злость это, соответственно, уже уход скорее в бунт, да. То есть, ну, тут до бунта еще не очень дошло, но уже на грану. То есть, злость это, по сути, вот все те невыраженные желания ваших и эмоции, которые вы не позволяете, которым вы не позволяете выйти. Одиночество. Ну, одиночество сказалось не принятие себя, да. Предательство – это ожидание от других. Как жить в этом мире эгоистичных мужчин? Перестать считать их эгоистичными. Перестать ждать от них того, чего они не могут дать вам. Вам спокойно принимают то, что они могут дать. Каждый человек может что-то дать. Но для этого нужно полностью обеспечить себя. Полностью тогда проблем не будет. Либо, если вы не готовы, если вы готовы занимать позицию ведомой, например, то быть готовой к зависимости и к тому, что, ну, вот, вам будут навязывать свои условия. Либо, если вы хотите быть ведущим, то, соответственно, найти себе слабого мужчину и с ним уже находиться в отношениях. Вот. То есть ваш вопрос, ваш вопрос – это игра. Это игра. Это приглашение к игре. Как жить в мире эгоистичных мужчин? Понятно, что никак. Но вы-то убедены в том, что мужчины эгоистичны. Соответственно, ответ на вопрос, как жить, откроется после того, как вы откажетесь от понятия эгоистичного мужчины. Но отказаться от этого вы сможете в том случае, если начнете принимать себя и брать на себя личную ответственность. До тех пор вы будете считать мужчин эгоистичным и не будете видеть возможности жить в этом мире. Вот. А эгоизм – это хорошо. В известных масштабах, конечно. Знаю, что я нетипичная девушка. Не совсем понятно, чем именно. Вы индивидуальны, вы уникальны. Это правда. Правда в том, что другой такой нет. Вот. Но правда также и в том, что вы колеблитесь от тотального недоверия до психотического поведения. То есть по, ну, стремлению к зависимости, к зависимости, к слиянию, к растворению. А мир состоит из полимеров. Понимаете? То есть у вас колебания. Вот хочу – надо. Вот хочу – надо. И я ничего не могу. А все равно все проблемы. А многое могу простить или не заметить? Угу. Ну… Тот факт, что вы сказали это, уже говорит о том, что вы это не прощаете, скорее всего. Кроме того, что вы… кроме того, вы говорите, что вам… Значит, не можете простить своих подруг, знакомых, друзей, что как бы противоречит. Не можете родителей своих простить, что как бы тоже противоречит. Не можете предателей простить, что как бы тоже противоречит. Потому что вы можете, ну, многое простить и так далее. Не может человек многое простить, когда у него такое состояние, как у вас. когда у него завышенные, завышенные ожидания от других людей, никак. Сейчас меня реально припекло из меня это выражение. Ну, правильно, правильно, довели свое, ну, как бы, свое подавление, да, довели до состояния, когда уже все, уже в бунт, по сути, переходит, возрыв, вот. Еще немножко и заболеете, если уже психосоматика не начала, вот. Я не знаю, конечно, с кем вы работали, я не знаю, работали ли вы с психологом или нет, вот, но очень, очень рекомендую хотя бы вот начать с тех аспектов, которые я назвал, вот. Первое, личное пространство, второе, ценности собственные, на их основе личной границы, вот, ну, хотя бы такие вот самые-самые-самые набросочки, вот, и уже соответствует с ними действовать, вот. Личная ответственность, снижение ожиданий от других, соответственно, планирование того, что вы хотите делать, вот, и постоянное проагирование от своих желаний. То есть вот у вас сейчас злость, да, у вас сейчас злость. Ну, а вот представьте, что вы, например, нажмете там орать, грубо говоря, да, или там, не знаю, бить подушку, например, или не подушку. Ну, вот сколько вы так, так поделаете, сколько так вы будете делать, сколько вы будете орать? 10 минут, 20 минут, вряд ли, вряд ли. А когда вы это постоянно себе зажимаете, что происходит? Постоянное напряжение, напряжение. Потому и думать не можете как раз, вот. Кому нет никакого анализа, нет никакого анализа. Ваш текст глубокий из того, что я должна и того, что я хочу. И вот постоянно противоречиваю между этими двумя состояниями, вот. Что является прямым путем к маниакально-депрессивному синдрому. Вот. Ну, может быть, у вас тоже есть. Так что, Елена, вот. Такая вот история. Отреагирование эмоций, отреагирование своих чувств, это вот едва ли не первостепенно. Да? То есть идете и просто начинаете там, не знаю, там, бить груши, да, там, на улице там начинаете бегать. Короче говоря, вот снимать, снимать напряжение, снимать напряжение, снимать. Просто, чтобы прям вот вся злость, чтобы вышла, вот. Да, появится возможно для того, чтобы думать о вас. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Возврат на матч». Желаю вам всего самого доброго и удачи.